Уже сколько раз делаю здесь ремонт, видимо, неважный котелец, это известняк, потому что всё время отпадают участки. Я уже заготовила камни, буду наклеивать, потому что вот эту часть ничем не спрячешь. Сколько раз делаю, всё время отпадает. И воспользуюсь грунтовкой, и в грунтовку налью жидкое стекло и в сам раствор. Пройдусь грунтовкой по всей поверхности. Вначале прошла вот таким широким шпателем, собрала всё, всё, что только могло. Сверху пройдусь этой грунтовкой. Грунтовка должна высохнуть. Как мне объяснили опытные строители, это грибок. И что бы я ни делала, всё равно он будет проявляться. И мне сказали, надо было вначале обработать медным купоросом. Куб в СО4 на 5 молекул H2O. Ну, поздно я уже два раза обработала жидким стеклом. Теперь ещё мне посоветовали обработать бетоногрунтом, чтобы лучше держалось. То не сделаешь для того, чтобы прекратить эти мучения. Керамогрунт выглядит вот так. Там есть песок. И буду наносить. Даже не хочет цепляться. А потом, видимо, придётся сетку что-ли наложить, чтобы держало, потому что, ну, сколько можно делать ремонт. В общем, кряк, нанесённый грунт, будет сохнуть сутки, чтобы хорошо-хорошо закрепился на этой поверхности. Буду использовать полистироп, так как на кухне ремонт. И есть остатки. Но надо накладывать кусочки небольшие, чтобы не выступали. Я вырезала, померила. Там, где мешает, надо убрать. Ну, вот этот кусочек, он ложится в роли. Накладываю сюда клей. И теперь маленькими кусочками буду заделывать. Вот эту нижнюю часть я оставляю. Дам ей хорошенечко просохнуть. А потом выложу камни. И вот там вот вверху тоже есть неровность. Здесь было большое углубление. Потом я ещё добавлю. Сколько мне надо сделать. И везде буду накладывать сетку. Сетка наложена везде. Закрыта слоем клея для плитки. И теперь даю просушиться. Для отступления от сюжета у меня остался клей. Делала второй замес. И есть у меня вот такое ведро. Видите? Треснуло. Я его затянула. И по оставшимся растворам воспользуюсь, чтобы сделать кашпо для цветов. А как смотрите в другом сюжете. Поверхность не везде ровная. Воспользуюсь вот такой вот сеточкой. Воспользуюсь вот такой вот досочкой. Для того, чтобы следующие слои легли, надо нанести грунтовку. Я использую клей ПВА, разбавляя его водой 50 на 50. Вот этим валиком буду наносить и грунтовку, и краску. И воспользуюсь вот такой ванночкой. Но чтобы ванночка дольше служила, я использую пакет, который потом легко выкинуть. Я наливаю сюда грунтовку и начинаю наносить. Буду наносить по всей поверхности, так как сюда пойдет слой краски. А он не ляжет без грунтовки. На поверхность, где грунтовка не легла, я воспользуюсь кисточкой и более мелкой плошкой. И пройдусь. Поверхность хорошо прогрунтована. Во все отверстия я прошла кисточкой. Дам просохнуть. А завтра, после просыхания слоев, можно приступить к нанесению краски. Но обязательно на нижнюю обработанную часть нанести два слоя белой краски. Акриловой. Почему? Будут отличаться слои. Какая краска? Я использую краску для наружных работ. Вода эмульсионная. Я использую как грунтовку клей ПВА. Почему? Краска очень густая. И, конечно, ее надо развести грунтовкой. Грунтовка уже разведена. Если будет жидковато, можно добавить еще краски. У меня довольно много поверхностей. У меня будет сюжет по ремонту стен дома. Там тоже нужна краска. И опять размешиваю. Ох, лучше что-то подстелить. Потому что, если капает, тут же застывает. И если обратили внимание, ну, наверное, обратили внимание, потому как, видите, вот эти углубления швы, это мой папа еще делал такое оформление, необходимо пройтись кисточкой. Видите, я поселила ветошь, чтобы не накапать. И сейчас начну проходить по швам. Взяла кисточку. Первый слой краски нанесен. И вот даю советик. С таким же декорированным оформлением, то сразу же все следы, капающие на стеночку, можно замывать водой. Снимается очень быстро и хорошо. И все будет аккуратно. Даю этому слою просохнуть, потом пройдусь второй раз, а потом уже целиком. Я вам уже покажу конечный результат. Второй слой просох, и мне это уже нравится. Здесь у меня был зеленый колер применен, поэтому я также оставлю зеленый цвет. Необходимо применить к этой белой моей краске зеленый колер. К сожалению, я не показала весь процесс, но видите, вот там сухой порошок. А это то, что могло оказаться в краске. А красить мне надо вот эту поверхность. Это серьезно. Первое, что надо сделать, пройтись по швам, там, где не достанет мой валик, и по всем труднодоступным местам для валика. Вот я этим занимаюсь. Вот эта стенка. Да, она немножко темновата, но краска имеет тенденцию слегка выгорать. Вышло солнышко, и теперь будет не очень понятно, но поясню. Вот эти два камня я приклею раствором. Раствор уже готов. Один к двум, и плюс добавила жидкое стекло. Один к двуму, это песок и цемент. В общем, один камень приклеила, сейчас вторую покажу результат. Вот и все, вся работа выполнена. Есть поговорка. Глаза видят, а руки делают. Мои ручки это сделали. Знаете, почему показала все? Ну, не все знают последовательность. А мы в нашем доме, вот он наш дом, видите, вот там. Это родительский дом, и я живу в нем уже 24 года без родителей. Но мы 15 лет с супругом и с младшим сыном делали ремонт в этом доме. И я знаю всю последовательность, поэтому я поделилась с вами. Вдруг нужен будет вот такой небольшой косметический ремонт. Я уверена, вы справитесь по тому плану, который я показала. И у вас будет красиво! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...